Тема нашего с вами занятия Синус, косинус и тангенус угла С этими понятиями мы уже знакомились. Давайте вспомним что мы знаем. Что такое синус? Синус угла в прямоугольном треугольнике это отношение противолежащего катета к гипотенозу у нас с вами острый угол противолежащий к гипотенозу косинус отношения прилежащего катета к гипотенозу. Тангенс отношение противолежащего катета к прилежащему и катангенс отношение прилежащего к противолежащему катету Это то что нам с вами известно. Ну теперь мы будем подходить к этой же проблеме несколько иначе. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Для этого давайте рассмотрим систему координат. Это вам все знакомо. Система координат две оси Х и У пересекаются под углом 90 градусов. Имеем первую четвертую, вторую, третью, четвертую. В сумме весь поворот будет составлять 360 градусов. 90, здесь добавим 90, 180, здесь добавим 207, здесь добавим 360. Против часовой стрелочки это у нас будет положительный поворот. И в обратную сторону это будет отрицательный поворот. К одному и тому же углу мы можем прийти двумя способами. Либо влево, либо вправо. Крутиться можем, опять же, сколько угодно. Давайте посмотрим подробнее, как это будет все влево. Итак, положительное направление, как мы сказали, это движение против часовой стрелки. Вот большой плюсик показывает, мы движемся в этом направлении, то есть положительный угол будет. Ну, например, нам нужно отбить с вами угол альфа 47 градусов. Поворачиваемся. Все, это будет 47 градусов. Этот же угол мы можем получить другим способом, если будем двигаться в обратном направлении, то есть по часовой стрелке. Но это направление поворота будет называться отрицательное. И мы с вами движемся и получаем те же самые 47 градусов, только мы уже напишем альфа равно минус 323 градуса. Понятно, да? Далее давайте посмотрим. Мы совершаем поворот, да? Как я уже говорил, можем повернуться. Если на 90 градусов наш с вами вот этот вот радиус описывающий окружность повернется и займет положение оси Y. Еще он опять положение оси X, но в отрицательную сторону. Если здесь положительную сторону, там отрицательную сторону. Далее и еще он займет у нас следующее положение и следующее. То есть вот мы с вами угол 37 можем отбить таким образом, да? И пометить точкой Y. Это будет положительный угол. Знаете? В обратном направлении это будет отрицательный 323. Мы можем крутануться несколько раз. Вот еще повернуться на 90 градусов у нас получится вот таким образом. Вот мы сейчас получили вот такую 397 то есть совершили полный оборот. Вот таким образом можем получить 397 то есть полный оборот. Вот мы в обратно в положительную сторону вот так вот взяли крутанулись крутанулись сначала отбили 37 потом и еще отбили 360 вот добавили сюда и получили но это будет тот же мы тут ту же самую точку попали тот же самый угол мы можем еще раз повернуться еще 360 сюда прибавить и опять получить то есть поворачивая мы можем попасть в точку M множество разных поворотов совершить как положительную так и в окрестательную сторону. Мы с вами для простоты понятия будем использовать окружность то есть радиус поворота равный равный единице то есть будем выписывать единичную отробность смотрите вот так вот раз и повернулись значит описав угол альфа да за счет поворота создав угол альфа попали в точку M вот это вот у нас будет единичка и опустим из точки M перпендикуляр и получим такой прямоугольный треугольный получив прямоугольный треугольник мы теперь можем с ним работать посмотрите здесь мы можем получить такое понятие как синус косинус тангенс и катангенс но учтем что гипотенуза равна единице итак отношение противолежащего гипотенузы это будет как раз синус да получается что я должен отношение у к единице записать у меня как получается M M D к O M M D это Y а O M это будет единица тогда синус будет у нас составлять отношение у к единице то есть синус будет равен синус будет равен единичку напишем вот у нас с вами получилось определение и мы уже будем с вами говорить что синус угла альфа равен Y то есть в дальнейшем когда будем работать а с косинусом косинус это отношение прилежащего гипотенузы то есть OD к OM отношение а OD это есть X X к единице и тогда мы получим такую формулу Y косинус альфа равен X если синус равен Y то косинус будет равен X альфа ну теперь давайте посмотрим при наличии единичной округлости как будет выглядеть тангенс тангенс отношение противолежащих прилежащих M D K O D или Y X Y это у нас что? синус X это что? косинус у нас получается тангенс альфа равен отношению синуса косинуса угла альфа аналогично мы получаем и для катангенса катангенс будет равен отношению обратному отношению косинуса к синусу вот они четыре формулы которые нам с вами надо запомнить X это у нас будет косинус Y это у нас будет синус а отношение синуса косинуса тангенс косинуса к синусу катангенс все пока что просто давайте вот это и так синусом угла альфа называется ордината Y точки косинусом альфа абсцисса X точки M вот у нас самое главное ну и тангенс катангенс запомнили вот это вот вот это вот то что мы сейчас с вами вывели нам с вами надо запомнить для дальнейшей работы на следующем занятии мы все это пустим в работу и посмотрим как это у нас будет работать при решении задачи самое разнообразное уголовнение неравенство и так далее на этом мы с вами закончим и желаем вам успехов субтитры субтитры